В железнодорожном районе из-за необычного ДТП оказался блокирован въезд с промышленной улицы в жилмассив Саратовского переулка. Здесь на автофургон упал столб, повредивший и еще одну машину. Бетонная опора сработала на манер шлагбаума, опустившегося в самый неподходящий момент, когда по дороге в обоих направлениях ехали автомобили. В известной степени владельцу малолитражной машины повезло. Грузовик выполнил роль подставки, которая не доложила железобетонному брусу, раздавить Ниссан Марч, как букашку. В этой ситуации Хина был вовсе не спасителем, а скорее виновником. Шофер автофургона за несколько секунд до происшествия свернул с улицы Промышленной в переулок Дежнево. Машина зацепила верхней частью термобудки, натянутые над дорогой провода. В силу большой массы автомобиля, сидевший за рулем слишком поздно, ощутил, что Хина что-то тормозит. Кабель же оказался закреплен на опоре добротно и не оторвался, а согнул арматуру столба. Шофер, попавшего в сети автомобиля, был краток. Своей вины не видел, поскольку мужчина ездит на этом грузовике по городу каждый день, он был уверен, что дело в провисших проводах. Высота машины стандартная, значит кабель висел ниже положенного. Более того, водитель проезжает здесь каждый день, поскольку проживает в этом жилмассиве. Утром он проехал под этим пучком без каких-либо проблем. Того же мнения придерживался и совершенно посторонний человек, сотрудник местной базы. Сети не тянет только ленивый, соблюдают нормативы не все. Каждый тянет коммуникации. Это электроволоконная, оптиковолоконная, электричество. Должны быть на перекрестках. Таблички, уровень 2,5 метра, 2,30. Водитель должен видеть. А эти ситуации повторяются в городе постоянно и все свалится на водителя. В результате этой аварии оборванными оказались провода фонарей уличного освещения и оптоволоконный кабель. Ликвидировать ЧП удалось только в послеобеденное время. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.